Друзья, заходите на сайт Games Gallery, на котором вы можете поиграть бесплатно в лучшие игры. Играйте в клиентские игры с крутой графикой, браузерные игры, которые не нужно скачивать, или вовсе мобильные игры. На сайте нет рекламы и легко разобраться. Ссылки в описании под видео. Заходите. Привет! Знаете, я тут задумался, а что если наступит все-таки апокалипсис? Как тогда в эти непростые времена будут выживать обычный бездомный человек, в простонародье помш, и очень богатый и крутой олигарх? Ведь значимость денег исчезнет, и следовательно они встанут на один уровень. Но выживать, я думаю, они все же будут по-разному. Давайте посмотрим, как именно. Сразу скажу, что это шуточное сравнение, не относитесь к нему уж очень серьезно, если вы являетесь олигархом или бомжом. Падение астероида. Если на Землю упадет астероид, то мир погрузится в хаос и пепел, но... Думаю, бомж даже не заметит этого. Просто вылезет из своей коробки, в которой спал, и скажет... Что-то погода сегодня хреновая. Вздохнет, и снова пойдет спать, как ни в чем не бывало. Жизнь в суровых уличных условиях таких людей закалила. Да блин, они мне кажется даже в эпицентре падения астероида выжили бы. Олигархи, как мы знаем, привыкли к роскошной жизни. Так вот, если грохнется астероид, то этим людям будет ох как тяжело. Будут постоянно чихать от грязного воздуха и ругаться. А потом начнутся вообще ужасы. Отключат воду и свет. Представляете? Придется ходить немытым и вонючим. А потом еще и смартфон разрядится ночью. А свечек-то нет. Да и припасы быстро кончатся. Лобстеры и всякая другая хрень. А кушать обычную еду они не смогут. Отвыкли. Короче, олигарху будет тяжко. Атака пришельцев. Когда на землю нападут пришельцы, то они скорее всего начнут истреплять всех людей. А бомжа даже не заметят в его коробке. Но даже если пришелец подойдет к коробке и оттуда вылезет бомж, да такой грязный, вонючий, заросший, гуманоид подумает просто, что это не человек и не станет его убивать. А вот олигархи, как мы знаем, привыкли к тому, что у них много денег. И любой вопрос можно просто решить с помощью них. Короче, пришельцы придут в дом к олигарху. А тот выйдет и скажет. Может договоримся? И будет давать взятку гуманоидам. Ну, в итоге его не убьют, а стукнут просто по башке межпланетным дрыном. А потом за то, что такой наглый, отправят летающую тарелку, как разнорабочего помощника по хозяйству. Вирус-убийца Если на земле вспыхнет какой-нибудь вирус-убийца и начнет истреблять всех людей, то, думаю, бомжу бояться вообще не нужно. У него иммунитет уже настолько усовершенствовался и мутировал, что никакой вирус не возьмет, да и организм проспиртован как следует. Это, пожалуй, вирусу нужно бояться бомжа, а не наоборот. С олигархами тут все не так радужно. Деньги перестанут рулить в такое время, и лечиться придется самому. А что они умеют, кроме как пилить бабки? Короче, максимально, как сможет полечить себя олигарх, это сделать клизмочку и выпить упаковку анальгина. Короче, как мы понимаем, все олигархи быстренько повымирают, как мамонты. И, конечно же, нашествие наших любимых зомби. Если наступит зомби-апокалипсис, и вирус зомби начнет распространяться по планете, бомж особо париться не будет. Как я говорил ранее, у бомжа иммунитет к любому вирусу. Но помимо как такового вируса, еще же и зомби будут ходить по городам и сжирать других, правильно? Так вот, бомж вылезет из своей коробки домика и попредет поискать хавчика. А вокруг куча зомбаков. Он посмотрит вокруг и скажет, что-то тут бомжей-конкурентов развелось много, однако. И пойдет дальше. А если зомби все же подойдет к нему и понюхает его, то зомби сразу замертво упадет от таких ароматов. А если не упадет, то уж точно признает за своего сородича бомжа и не станет его съедать. Что же касаемо олигарха, ну, наверное, олигарх будет ходить по улицам с важным видом. Пафосно, как привык ходить. Ну, пока его, конечно, не сожрут зомбаки. Ведь драться они в основном не умеют, только орать и запугивать. А на зомби это не действует. Либо будет пытаться убегать от зомби. Но из-за того, что постоянно ездил на машине, олигарх быстро выдохнется, и все, хана. Или же скажет «Эй, бомж, иди сюда!» и тут же получит от зомби люлей. А если его укусит зомби, и олигарх начнет превращаться в зомбака, то сразу же начнет ставить себе клизмочки в надежде излечиться. Но это, как мы понимаем, не поможет. На этом все. В общем, в случае наступления любого из этих видов апокалипсиса, бомж выживет. А вот богатые олигархи перемрут, как мухи, в течение нескольких часов. И не говорите мне, что у них есть бункеры всякие. Они настолько жадные, что даже бункер себе вряд ли построят. Ставь лайк, если хочешь отблагодарить меня за этот выпуск. И подпишись, если ты еще не подписан на канал Бизарр Вору. Впереди еще много всего интересного и прикольного. Пока-пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.